Налога на скот не будет, а агрария региона попросит Госдуму обнулить единый сельхозналог. Об этом заявил вице-премьер башкирского правительства и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Отмечу, что по поголовью крупно-рогатого скота Башкортостан занимает третье место среди регионов России, а по количеству лошадей – второе. Также в прошлом году республика стала лидером по производству говядины. Было реализовано 175 тысяч тонн. По словам Ильшат Фазрахманова, сейчас в регионе для сельхозтоваропроизводителей действует щадящая система налогообложения. И также он отметил, что личные подсобные хозяйства в республике не облагались налогами и не будут. Сегодня по поручению руководства республики мы готовим документы на законодательном уровне об обнулении единого сельскохозяйственного налога с 2021 года на три года и с продлением. То есть сельхозтоваропроизводитель, который производит продукцию, не будет платить налог на единый сельскохозяйственный налог, то есть 0%. Ну и напомню, вопрос о введении налога на скот задали во время прямой линии Владимира Путину ростовские аграрии. Отвечая на него, президент страны подчеркнул, что селекционное скотоводство – важная работа, в которой Россия делает только первые шаги.